В эфире программа Мир Дэнди. Сегодня мы не будем придерживаться строго определенной темы и расскажем вам о совершенно разных играх на совершенно разных приставках. Начнем мы как обычно с приставки Дэнди. Марио и Стритфайтер. Теперь их объединяет одна игра. И называется она Карфайтер. Здесь вы сможете подраться Марио, Купой, Принцессой, Йоши, Луиджи и узнать чей стиль лучше. Суперудары и броски у каждого бойца. Драки проходят в различных уголках света. Бросается в глаза неплохая для Дэнди графика. А все остальное как в Стритфайтере. Время, раунды, очки. Я думаю, что эта игра займет достойное место в вашей коллекции. Геймбой всегда с тобой. А игра для этого маленького, но тем не менее верного карманного спутника жизни будет той стори. Жил-был мальчик Энди. Жил он в огромном доме, полном игрушек, которые, свободное от игр время, жили в своей собственной жизни. И жизнь протекала спокойно и умеренно, пока однажды Энди не подарили новую игрушку, космического рейнджера по имени Бас. Бас был настолько горд, хвастлив и самолюбив, что даже не хотел замечать бывшего любимчика Энди. Деревянного ковбоя, имя которому Вуди. Но когда Бас по собственной глупости попадает в руки соседского мальчишки, именно Вуди отправляется на помощь зазнавшейся игрушке. Итак, управляя движениями Вуди, вам предстоит пройти множество миссий. От установления радиосвязи за взводом оловянных солдатиков до спасения Баса из рук соседа и возвращения в комнату Энди. Итак, время не ждет. Джойстик в руки и вперед! Ты в школе, в дороге, на работе или отдыхе? Тогда геймбой! Карманный, со сменными картриджами, в которых сотни твоих любимых героев! Геймбой никогда не доедет! Геймбой всегда с тобой! Наверное, каждый из вас любит купаться в морских волнах. Приставка Sega даже в плохую погоду может предоставить вам такую возможность. С помощью игры Энко-дельфин вы не только накупаетесь, но и наиграетесь вдоволь. Итак, окунемся в мир подводного царства. Много игр создано разными компаниями о приключениях животных. Дельфин Эко относится к таким играм. Но в отличие от Lion King или Donkey Kong Country, здесь вы управляете не обезьяной, не львом, а дельфином. Кроме этого, вы, управляя Эко, не будете собирать бананы, как в Donkey Kong, а придется расправляться с акулами, спасать друзей и просто найти выход из подводного царства. Всего в игре 25 уровней, причем самых разных. Так, если в первом уровне вы вольно купаетесь в Коралловой бухте, то в шестом уровне вам придется поплавать в открытом океане, отбиваясь от акул. А в 19 уровне вы оказываетесь в мезозойском периоде, примерно на несколько десятков миллионов лет назад. И на мой взгляд, как мне кажется, это великолепная игра о приключениях дельфина Эко. Ну вот, очередь дошла до приставки Super Nintendo. И сейчас я вам расскажу об игре Mortal Kombat 3, нет, Killer Instinct тоже нет. Водный мир. Именно об этой игрушке сейчас пойдет речь. Итак, водный мир в программе Мир Дэнди. И снова. Солнце. Миллионы лет было источником жизни. Но для одной планеты источник стал разрушением. Температура выросла, а в первой области льда с полоса начали тратить, и океаны поднялись. Столетием позже немногие люди, оставшиеся в жизни этой планете, называли ее миром. Эти люди создали цивилизацию из плавающего острова, которым они назвали Атоли. На Атоли существовали мирные жители, которые одни знали, как выжить. Единственной надеждой этих людей была молодая девочка, которую звали Энула. Знаком на ее спине была карта Суши. Несомненным плюсом водного мира является то, что называется термином Various Gameplay. По-русски разнообразие стиля игры. Можно поплавать, побегать, пострелять, покататься на тримаране. Просто язык не поворачивается назвать эту игру платформенным приключением. Ведь значительную часть игры составляют поездки на тримаране. Это делает игру абсолютно незанудной. Программисты все точно рассчитали. Как только надоест плавать, натыкаешься на остров. Замучился гонять на тримаране, побегай по Атоллам. Несомненно, в Баттерворлд великолепная игра, созданная компанией Ocean. Игра начинается с поездки на тримаране. Наш доблестный маринер плывет спасать инолу, по пути натыкаясь на курильщиков. Их можно просто расстреливать из пулемета. Перестреляв всех гадов, поплывите к буйку. И вы окажетесь в воде. Хотя там кругом вода, выражение «вы окажетесь в воде» имеет в виду под водой. Под водой в развалинах разбросаны разные призы, начиная от консервной банки и кончая сундуком. За определенное время вам нужно всех их собрать, или не все, а затем подняться на воду, то есть всплыть. Но не вверх брюхом, а нормально, по водолазии. Но и в воде, то есть под водой, и не без врагов. Хоть вам под водой вместо людей встретятся угри, скаты и мелкая рыба, все равно это весьма вредно. Толкнешься с ними пару раз, всплывешь кверху с задним местом. Телефон 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 Нежели удастся добраться до Атолла, не советую расслабляться. Перебираясь по платформам и убивая курильщиков пачками, вы рветесь по сатинолу. В руке любимый тесак. Это не единственное оружие. По пути вы можете взять автомат или пистолет. С их помощью вы легко расправитесь с курильщиками. Далее вы попадаете в магазин, в котором можно починить свой тримаран, купить к нему новое супероружие, типа гарпуна или надводных мин, и так далее. Я могу чем-нибудь помочь? Да. Где лавка? Лавка вот. Немного здесь товара. Кроме множества уровней, игра имеет систему паролей. Но есть недостаток. Набрав пароль на нужный уровень, вы попадаете в него без собранного вами раньше оружия. Поэтому лучше проходить игру сначала. Но это не просто. На всю игру дается одна жизнь. Даже континни нет. Зато пройдя всю игру, вы доберетесь до суши, которая в водном мире ценеет золото и жизнь. Совершенная игровая система. Супер нельзя. Сейчас вы узнаете не о новом цифровом телевизоре DDD, а о новой игре, которая называется просто D. И реализована эта игра на приставке Panasonic 3D. Лос-Анджелес. 1997 год. КОНЕЦ. 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 Сейчас вы узнаете секреты для игры Брэслимания на приставке Сега. Комбо Шона Майкла в 20 ударов. Вперед-вперед Z, вперед-вперед A, C, 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 Z, X, 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 B, B, B. Мини-комбо. Вперед, А, 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 С. Мини-комбо Лед с Люкером. Вперед, C, 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 Z. Мини-комбо Рейзером Рамоном. Вниз, X, 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 вниз, вниз, Z. А ну, смотри, как сделай. Я тебе скажу. А потом смотри, начинаем. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так поглядываешь в экран. Толкаешь меня, я, а, да. Да, до новых встреч. Пам, начинай, начинай, давай. Знаешь, анекдот? Отойди. Отойди, короче, мы доносим. Знаешь, анекдот? Там про Молуцкого приходит, он как-то Мерседес купил, через два дня приходит. Это самое... А, извините нас. Мы же болтались там, где ему анекдот рассказывали. Ну, короче, где он? Надеюсь, что наша программа вам понравилась. Поздравились те игры, которые мы сегодня рассказывали. Надеюсь, что вы хотите еще узнать больше. Ну, не дайте, дайте. Я надеюсь, что вы с каждым разом ждете выпуска нашей программы. А что ты поздакиваешь? Давай, говори что-нибудь. Я должен говорить, ты должен говорить. Ты должен говорить. Ты должен говорить. А! А я должен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА